Привет! Меня зовут Валерия Рене. Я художник-анималист, работаю в смешанной технике, преимущественно с акварелью. И рисую флору, фауну, очень люблю природные мотивы. И сегодня я хочу вам показать очень простое и быстрое, буквально на 10 минут упражнение о том, как можно поместить живое существо морское в толщу воды, в пространство, в окружение вокруг этого животного. У меня есть вот такой набор открыток. Это мои произведения, мои рисунки. Какие-то из них у меня в скетчбуках находятся, какие-то полноценные картины, которые уже отправились к своим обладателям. Что-то из этого еще пока в моей коллекции. Но главная фишка и главный секрет этих открыток в том, что на обратной стороне есть подсказки для рисующих о том, как создавались те или иные моменты. То есть такие мини-упражнения и небольшая информация, краткая, полезная для вас, для увлекающихся рисованием. В общем, такой и полезный, и красивый набор. И в нем, собственно, есть как раз вот это произведение. Это моржи, погружающиеся вниз в глубину. И на обратной стороне есть само упражнение, которое я вам сегодня хочу представить. То есть наглядно вместе с вами его исполнить. Собственно, вот он оригинал, с которого рисовалась. И давайте попробуем это сделать. Нам понадобится карандаш. Нам понадобится всего, на самом деле, я думаю, два цвета. В данном случае у меня это будет сиена жженная и ультрамарин. Можно взять вместо ультрамарина цирулю. Кисть у меня на всякий случай здесь синтетика тонкая с острым кончиком и белка. Возможно, буду пользоваться только одной из них. Соответственно, какая-то палитра, водичка, ну и карандаш с резинкой, чтобы мы могли сделать небольшой предварительный рисунок. Маржа мы будем с вами рисовать погружающегося, как здесь. Давайте я пока положу вот так открытку, чтобы нам было удобно. Мы не будем сильно вырисовывать. Очень пытаться его сделать таким прям натуральным, реалистичным. Нам достаточно для того, чтобы само упражнение исполнить и понять, как вообще это делается. Как же, каким образом погружается животное в окружение, в пространство. Мы нарисуем только, скажем так, силуэт маржа. Для этого представьте, что вы рисуете такую каплю. Вот она капелька. Но только постарайтесь сразу рисовать уже по силуэту, по контуру самого животного. То есть, учитывая, что есть плавник, учитывая, что все-таки это не такая полукруглая капля, как мы могли бы нарисовать ее в ее естественном виде, а все-таки там есть некоторая шея, голова и морда животного. Вот сейчас нарисуйте сначала вот этот образ, этот силуэт, да, то есть, часть капельки. И потом переходим к голове. Как мы будем рисовать голову? Ну, на самом деле, шея у них не так уж сильно выражена, да, моржи это такие достаточно грузные, тяжелые животные, крупные. И шея будет тоже толстой. Поэтому почти сразу небольшой изгиб мы делаем здесь и почти сразу переходим к голове. И как можно здесь построить, если у вас сложности есть с восприятием силуэта, да, то есть, если еще опыт маленький и сложно пока по силуэту строить, то как вы можете себе помочь? Нарисуйте кружок и отступив некоторое расстояние вниз, еще один кружок, даже можно сказать немножко такой овал, приплюснутый сверху и снизу, то есть, лежащий овал на горизонтальной линии. И вот у вас получается по контуру круга переходящий в контур овала силуэт головы. Вот он получился морж. И здесь мы можем разделить немного мордашку на две части. Здесь мы обязательно прорисуем ему ноздри. Как же без них? Морж у нас дышит воздухом. Можно нарисовать некоторые складки. И нарисуем с вами маленькие глаза. Глаза у них небольшие. Нарисуйте вот как получаются глаза, да, не пытайтесь сделать его каким-то очень, опять же, реалистичным. У нас нет такой задачи. Задача у нас понять, как упражнения выполнять. Поэтому вот такого намека на глаза, в принципе, вполне себе будет достаточно. Если видите после всего нарисованного, что у вас, например, мелковатый хвост или плавники, или сильно большая голова, вероятнее всего, голову вам сложнее будет перерисовывать. Поэтому проще под голову подтянуть размер плавников и размер хвоста. То есть увеличить их. Стираем лишние линии, если они были у вас. И еще раз окидываем взглядом, как выглядит наш морж сейчас. Если вам все нравится, если все хорошо, и вам кажется, что по пропорциям, по силуэту все вполне себе на своих местах, значит, можем переходить к цвету. И здесь очень важный момент того, как мы будем работать дальше. Первое, что я сделаю, это, конечно, обозначу ту часть туловища нашего моржа, которая ближе к нам. Скажем так, по моей привычке, я всегда ближе к себе представляю голову, нежели хвост. То есть хвост у нас уходит как бы на задний план. Соответственно, я работаю в первую очередь с головой. И здесь что я делаю? Я могу сейчас, если необходимо, берете тряпочку, чтобы лишнюю водичку убирать. И я сейчас начинаю аккуратно, можно здесь вообще не спешить, не суетиться, и слегка по чуть-чуть начинать работать в цвете, в акварели от головы к туловищу. И плавно, плавно, вот так закрываю наше прекрасное туловище моржа. Как только сделаете вот это, наполовину примерно закрываем. И этого уже достаточно для того, чтобы дальше работать со всем окружением. И теперь очень важно как раз взять кисть, может быть, немножко покрупнее и более мягкую, то есть не синтетику, а лучше все же брать белку. И мы берем синий цвет выбранный. И этим цветом начинаем не просто вокруг вот так закрывать, а полностью вместе с моржом все закрашивать. То есть мы погружаем в воду, погружаем в окружение все животное. Но при этом смотрите, что происходит. Приближаясь к голове, я также легко ультрамарином прохожусь по сиене жженой. Стараюсь это делать лисировкой. И делаю в тот момент, когда у меня бумага здесь уже подсохла. Важный момент. Я сиену специально положила очень легко и прозрачно, для того, чтобы она не была слишком контрастной с белой бумагой. И потом, когда сверху я покрываю ультрамарином дальше наше животное, в какой-то момент по сухой сиене я начинаю лисировкой, то есть прозрачно, легко и мягкой кистью перекрывать ультрамарином цвет. И здесь очень важно, чтобы ультрамарин тоже был светлым и прозрачным, чтобы он не был насыщенным черным. Иначе он, таким темным, да, иначе он будет очень резко граничить с сиеной. Но видите, здесь плавный переход, потому что по тону, по светлоте эти оттенки одинаковые. И очень легко водичкой аккуратно я размыла. А дальше, приближаясь к голове, я работаю уже не затрагивая саму голову. То есть здесь я могу уже и потемнее цвет взять, понасыщеннее. Но самое главное, что мне надо сделать, не закрасить голову ультрамарином. И таким образом, когда я погружаю в окружение пространства с помощью заливки голубыми оттенками нашего маржа, я его раз и хвостиком закрыла, появляется вот это ощущение того, что морж из глубины как бы выплывает на нас. И дальше уже можно немного подчеркнуть самого маржа, чтобы он все-таки не терялся там. То есть нам важно, чтобы он был голубоватого оттенка, но чтобы он там не терялся. И вот чтобы он не терялся, я немножко уплотняю еще дополнительно ультрамарином вокруг хвоста. Вот таким образом. И теперь, когда у меня животное погружено в водичку, я могу уже дополнительно прописать еще некоторые контрасты на переднем плане, то есть на его мордашке. Например, я могу смешать сиену с ультрамарином. Получается красивый коричневатый оттенок. И этим оттенком уже прописать некоторые контрасты на голове. Например, складки на морде, ноздри, чуть-чуть может быть показать щечки моржа. Какие-то, может быть, там будут пятнышки появляться, уши. Опять же, складки на шее могут быть. И если где-то немного растекается, как у меня здесь, видите, сейчас бумага еще сырая и чуть-чуть пошло растекание. Ничего страшного. Главное, не выходите специально на голубой цвет. Но если немножко где-то растекание произошло, не переживайте. И можно чуть-чуть ближе к туловищу, которое прячется у нас как бы в глубине, в водичке, добавить туда такие брызги, которые тоже нам будут показывать и фактуру кожи моржа, намекать на нее. И при этом добавлять туда рыжеватый оттенок. И это будет связывать нам задний план, то есть то, что у нас спрятано в глубине воды, с передним, то, что к нам вышло наперед. Так как в данном случае мы с вами говорим о скетче, о быстром наброске, для того, чтобы отточить определенную технику и способ изображения, то не бойтесь здесь использовать простой карандаш, для того, чтобы наиболее подчеркнуть этот переход от переднего плана к заднему. То есть мы же именно для этого и создаем вот это погружение в толщу воды, чтобы выделить ближе к себе переднюю часть моржа, его голову, его передний плавник. И для этого можно простым карандашом еще какие-то моменты подчеркнуть. Где-то может быть прорисовать дополнительно еще штрихами, либо какими-то пятнами, точками фактуру кожи. Где-то может быть усилить и сделать понасыщеннее сам контур. Но главное правило здесь помнить о том, что передний план будет более контрастный, насыщенный, а то, что уходит у нас на задний план, остается более легким, не таким заметным. Но на самом деле использовать простой карандаш можно не только в скетчевых работах для того, чтобы какие-то эффекты добавлять, но и в больших самостоятельных картинах, которые могут также висеть потом где-то в интерьере, выставляться на выставках или участвовать в конкурсах. Чем, собственно, я и занимаюсь. То есть в моей практике простой карандаш занимает одну из важных ролей в работе с сюжетами, которые я выбираю. И вот таким образом добавляя еще некоторые детали с помощью графики, мы с вами и подчеркиваем интересные особенности маржа. И вот на вот этом этапе уже можно завершать. Попробуйте повторить, сделать подобным образом и посмотрите, насколько у вас хорошо получается сделать плавный переход от холодных, каких-то голубых оттенков к более теплым, насыщенным на переднем плане. Желаю вам успехов!